В эфире нашей вечерней программы мы уже не раз обсуждали закон о капремонте. Буквально две недели назад мы приводили цифры. Лишь 200 пермских домов из 18 тысяч провели собрание, собрали кворум и постановили открыть спецсчета в банках, при помощи которых ответственные жители многоквартирных домов смогут следить за движением средств и разумным их расходованием. Изменилась ли ситуация сегодня, мы обсудим с Александром Зотиным, председателем правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт». Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, изменилась ситуация? Радикально нет. У меня нет, правда, последних цифр, поэтому будем ориентироваться на те 200 домов, которые 10 дней назад сдали заявление на спецсчет. Однако всего-то домов в Пермском крае свыше 30 тысяч. 18 это Пермь? 18 это не Пермь, Пермь-6, 18 это то, что только попало в программу. Понятно. Вот, в связи с чем и по обращениям в нашу приемную Пермского стандарта Ассоциации, мы сделали вывод обоснованный, что население-то не знает о законе. Просто не знает. Ну вот, смотрите, знает-не знает, а квитанция придет и узнает, как миленькие. В сентябре узнает, да. Регионального, как он правильно называется, оператора, да. Можно ли их будет оттуда потом достать? Ну, что называется, включив заднюю. Я рекомендую их начать доставать прямо сейчас. То есть никто не мешает в соответствии с жилищным кодексом провести общее собрание собственников. Ну, как же, вроде бы, как время-то уже упущено? Время упущено на первичное определение. Но в кодексе же сказано, что можно в любой момент сменить форму накопления этих денег. Вот в любой момент и меняйте. Единственное, что вас будет держать, это ваше решение, которое на общем собрании вы примете, оно вступит в силу только через полгода. Через полгода. Понятно. Вернее, непонятно. А почему только через полгода? Ну, потому что так решили, принимая закон, да, депутаты законодательного собрания. То есть такие условия закона. Такие условия закона. Я эту норму тоже объяснить не могу. В свое время мы подавали с Вадимом Леонидовичем Чебыкиным поправки. Мы предлагали в течение месяца деньги переводить на спецсчета. Но, видимо, у кого-то есть желаниями еще попользоваться некоторое время. Ну, хорошо. А через полгода, если таковое решение будет, общедомовое? Теоретически должны перевести деньги. На практике я предвижу некоторые затруднения. Будут придираться к запятым, к отпечаткам пальцев и к оформлению документов. Но закон предоставляет такую возможность. Вот еще очень интересный момент. Во многих регионах этот закон все время придерживают. То есть он как бы должен был вступить в силу. Правильно. Потому что никому не хочется быть подопытным кроликом. И реально ни в одном из регионов этот закон еще не заработал. Хорошо. А мы-то к нему готовы? Вот мы же в прошлый раз говорили, что региональный оператор на Ленина-66 буквально бумажка просто какая-то не села. По трем направлениям не готовы. Во-первых, региональная программа не содержит достоверных сведений. Ну, сами судите. В нее попала половина только домов Пермского края. Хотя по закону должны попасть все. Кроме аварийных. Во-вторых, так как региональная программа сделана, она вообще не гарантирует капитальный ремонт. Не возникает обязательств у государства. Ранее 44-го года. Но за это время многое может произойти, согласитесь. Да. Ну и третье, о чем я уже говорил, население даже и не знает об этой системе. Соответственно, готовность – ноль. Я просто боюсь, что когда придет квитанция с суммой на 200-500 рублей больше, недовольству не будет предела. И в том числе по этой причине сегодня совместно с депутатом ЗАГСобрания Вадимом Чебыкиным я направил губернатору письмо с предложением заморозить, хотя бы, да, если не отменить, то заморозить эту систему до приведения его в полную готовность. И до проведения разъяснительной работы с жителями. Посмотрим, как отреагирует краевое правительство. Ну, да, действительно, нам стоит подождать все-таки реакции какой-то. Я просто беру с вас торжественное обещание, что как только вы получите какой-то внятный ответ, сразу нам отзвониться, чтобы мы могли донести до наших телезрителей, какой же ответ дает наше краевое правительство. Торжественное обещание принимаю.